вам все было видно вот то есть серединка перенесу здесь вы сможете все мои движения клавиш отслеживать и так вот видите средняя кнопка мыши выберем сейчас мы своим цилиндр сделаем 8 грани цилиндр далее далее мы можем повернуть оси y на 90 градусов пишем на клавиатуре 90 он встает у нас туда куда все теперь нам необходимо перейти в третью позицию сбоку и взяв с р повернуть сначала не дайте сначала меньше это смс теперь можно и повернуть вот так ротейшн все готово далее с помощью мы двигаем подвинули хорошо 2 и теперь сможем тут уменьшить ширину по иксу вот так передвинуть его в нужное нам место нужное место это вот это вот здесь нужно стоять это вид спереди у нас вот все хорошо теперь можно перейти в нормальный вид посмотреть на вроде бы как все нормально состоит хорошо так теперь нам надо заняться перейти в видит модус для того чтобы сделать некоторые экструды и внутренние институты сначала и и тянем вот сюда вглубь нажимаем нужно отключить она не надо и еще раз теперь нажав то есть мы еще раз сейчас маленький такой сделаем чтобы у нас сглаженный был когда мы захотим сделать экструд чтобы он был немножко оглаженный по иксу конечно вот так сдвинули вот теперь можем еще экструдировать сделаем такую пим пачку середки так и тоже ее можно экструдировать вперед сюда наверх ну и для красоты может быть еще один маленький экструдик сделать чтобы она была такая немножко закругленная сначала или чуть-чуть уменьшим высоту ну а теперь убедившись что все нормально вот делаем чуть-чуть закругления маленькая и и следующее мы должны будем с вами выделить вот эти полигоны потом зажав и сделать им небольшую фасочку вот такое и загнать в глубь вглубь я потерял к сожалению выделение сейчас еще раз повторим вот так раз раз и теперь е вот так вот у нас получилась такая крестовина для низкополигональной модели вполне даже и ничего хорошо теперь нам надо размножить это дело ну как размножить узнать сейчас мы чтобы не путаться назовем это колесо и далее перейдя в среднюю боковую позицию выбираем полигон нажимаем а выделяется все колесо ну и теперь мы можем шрифт d сдуплицировать то есть двойную сделать ну и попробовать теперь установить плохо видно поэтому сейчас включим вайфрай и вот так вот так вот так потихонечку потихонечку начинаем подгонять Надо было с самого начала зажать Y и по нему ввести. Не было бы этой ерунды. Ну, уже сделали. Вот так. Пошел. Вот так где-то оно нормально. Дальше идет процесс Mirror. То есть отзеркалить нам надо это дело. Для чего мы сейчас точку пин... Или как она там называется? Что забыла? Пинут. Пинут, по-моему. Надо расположить пинут. Это вот центр этого колеса. Его надо расположить для того, чтобы отзеркалить вот сюда. В 3D курсор. Вот видите, появилась желтенькая точка теперь. Он находится там. Поэтому нам довольно-таки легко сделать простое зеркальное отражение. но, естественно, не по X, по Z, а X надо убрать. Вот так. X убрали. Хорошо. Ну, что ж. Давайте посмотрим. Как я сказал, для такой low-poly модели вполне-вполне достаточно. Симпатично смотрится. Все. Переходим к другим вещам. Ого. Кстати, кое-что я забыл сделать. Давайте. Давайте отработим. Да, вот. Желко нажмем. Так. Не понял. Угу. Ну, может, выйдет. Вот он. Так. Сейчас я выделю все. Угу. Угу. Ну, так. Конечно, странно немножко. Ну, да ладно. Вот. Теперь выделим вот эту грань. И давайте мы ее подвинем по оси X. Немножко. А то она у нас как-то на машину не похожа. Вот теперь да. Ну, в следующем видео мы начнем все эти финтифлюшки вешать на него. Ну, то есть фары, здесь сделать радиатор, сделать еще бампера, задний свет и нарезать окошки. Вот это мы обязательно с вами сделаем.